Как бы результат уже пошел. Зачетно? Зачетно. Он мне даже этот самый веселый пивку принес. Спасибо, спасибо. Смотрите, в очках. Солнышко, не какие облака красивые. Он вчера сильно болел. Ясно, ладно, хорошо. Вот, зачет, зачет. С почином. У веселого опять. Смотрите, какая шайба. Твою дивизию. Смотрите, какой крупняк. Ребята, я думал монета, но когда колодка появилась, это вообще огонься. Ну что, ребята, с почином меня. Первая монета. Пошел до машины, дошел за камерой. Монетка вот она. Уже на солнышке просохла. Вот так вот. А с другой стороны вот так вот. Крупная, ну как крупная. Зачетная двушечка. Двадцать четвертый год. Двадцать четвертый. Причем на фундаменте. Вот фундамент. Верховые, видно, собрали. Вот порядок домов. Между прочим, в том году мы здесь копали. Такого безобразия не было. Мы здесь пару раз были, но до суда мы не доходили. Кто-то тут после нас еще. Я пробежался по ним. Верховых нету. Вот. И развратили как-то непонятно вообще. Шурфить обязательно там надо. Вот такая, ребята, с почином сегодня у меня двушка два четвертого. Мы пока с веселым приехали. Сейчас и остальная делегация приедет. Вот. Так что зачетная, зачетная двушечка. Класс? Конечно же класс. Продолжаем. Ребята, в этой вот ямке был сигнал. Сначала выкопал такую тушнягу, переворачиваю. А это у нас царская трешка была. Прозванивая эту же ямку, вот так. Вот слепочек остался, ребят. Вот он, слепок. И выпала трешка советская. Пятидесятый год. Вот. Вот так вот. Зачетно почти две с половиной монеты. Пойдет. Засыпка хорошая. Надо здесь походить вокруг этого фундамента. верховый. Пособирать. Итак, ребята, вот ямку присыпал. Макс не даст собрать двушка. Советский сороковый год. И вот еще одна монетка. Что-то. Это двушка. Сейчас я на 25-й. Не, она убитая, надеюсь, не 25-й. Да, 24-й глотушечка. Так вот. Ладно, с фундаментом. Ну что, ребята, заложили шурф. Находки, в принципе, несколько было штук. Но хочется вам показать вот это. Крупное, крупное. Хочется вам показать ветерок. Так, что это? Не знаю, что-то крупное, медное. Непонятно, оттирательное. Да, ну. Как будто пятак. Ну, по размеру, как минимум, пятак. Если что-то. Да, да, герб видно. Это пятак двадцать четвертого года. Вот. Веселого. Так же здесь была маниста большая. Такая интересная. И советик. Щитовичок. 15 копеек. Ну вот, ребят, смотрите. Три находки. Да, с десяти копков. Вот. Смотрите. Вот такой объем. Я веселому говорю. Типа того, Макс, нужно вот эти два и по ту сторону три фундамента. То есть на сегодня нам работы хватит. И вот, смотрите. Да. Как бы результат уже пошел. Зачетно. Зачетно. Он ее даже это самое веселому пивку принес. Спасибо. Спасибо. Смотрите, в очках. Солнышко. Смотри, какие облака красивые. Он вчера сильно болел. Ясно. Ладно. Хорошо. Вот. Зачет. Зачет. С почином. Ребят, ветер дует. Я капнул несколько штыков. А у Веселого опять. Смотрите, какая шайба. Твою дивизию. Смотрите, какая крупняк. Блин, ну она затертая. Затертая в хлам. Ну, он для сравнения пятак положит. А то скажут опять. Он, по-моему, угровой даже какой-то. Сколько сравнений? Ну, побольше. Пятак двадцать четвертого. А вот, смотрите, шайба. Ну, она убитая. Вообще в хлам. Но все равно приятно. Вообще в хлам. Вот этот зашурфился, блин. Закрывай глаза. Ну, стой, ребят. Кинулись мы на один фундамент. На Веселового, блядь. Мы как бы в основном так и делаем. Если фундамент начинает давать, мы как бы на него. И вот у меня монета. Царская двушка. Веселый. Царская двушка. 1898 год. Хорош сохран, бодрый. Хорош, хорош. Причем на пол штыка получается. Ой, 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 ой. Иван Квиш там что-то западал. Какой сигнал хороший дает. Давайте в онлайн. Что-то. Где-то здесь прямо сверху. На веселый камень потерял. Вот это. Вот здесь. Бежи. Бежи. Так будешь замилить. Давай пивом. А, жбонь, ешь твоя налево. Нет. Нет, нет, не он. Он. Да он. Нет. Нет. Глубоко где-то. У меня пленка кончается. Глубоко. Ладно, хрен с ним. Ладно, хрен с ним. Итак, ребят, Рустик работает как трактор. Вот. Но у него что-то прибор, мозг, ключит. И вот к нему на помощь пришла Аська. И можно Рустика поздравить с первой царской монетой. Первый сигнал. Первый царь. Вообще за счетом 1894 год. Сохран хороший. Хороший. Орел немного затертый, но сохран бодрый. Че, Рустик, поздравляю тебя с первым... Поздравляю. С подчином в этом сезоне, да? Погнали. Ну, Рустика. Ребят, прозваниваю основу Рустика. И вот, знаете, монета с начала образования этой деревни. Деревня образовалась 1854 года. И вот монета 1850 какого-то. Одна копейка Александра Второго. Вот. Так что, это одна из самых древних монет на этой деревне. Рус, поздравляю. Вот. И одновременно... Одновременно у Веселого тоже. Но это совет. Это двадцатка. Читовичок. Надеюсь, тридцать четвертый. Сейчас мы натрем. Тридцать третий. Тридцать третий. Поздравляю. Хорошая монета. Очень... Мне нравятся почему-то щитовики. Не знаю чем, но очень. Они шикарные. Очень красивые. Их выпускали всего четыре года. И вот тем самым они, может быть, мне и нравятся. То, что они нечастые. Нечастые, чем рамочники. Ладно. Почин, да? Ребят, шурф продолжается. Ветер сильный. У меня двадцатка выпала советская. Именно рамочник. И это радует. Нет. Щитовичок, да. Щитовичок. Какой-то тридцать какой-то год. Что у тебя там? Веселый. А, трубка. Вот. Так что до этого у меня было еще четыре монеты советские. Двушка. И копейки. Ранние и поздние копеечки. Вот. Так что я считаю зачетный фундамент. Практически все на два штыка. Да. Ну что, ребята. Пришло время, наверное, идти за стол. Я пацанам говорю, что что-нибудь крупное выпадет. Но у меня не крупное. Оно дорогое, ребята. Я имею в виду из металла. Это не медь, а серебро. 10 копеек. Двадцать восьмой год. И вон, походу, наши комрады. Серега и Илюха едет. Или нет? Ошибаюсь? Да, это Дастер, по-моему. Сейчас пацаны приедутся. Илюха. Здесь, в углу. Серега там, в углу. Всем привет. Серега, мы уже здоровались, ёпты, ты чё, блин. А даже мы здоровались. Ну, ёпты. Я не упоминал. Вот. И у Сереги, Серега, Серега распечатался царским серебро. Царским? Поход на царское, да? Да ладно, какой-то царское. Похоже, поход на царское. Да нет, это совет. 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 Пока Серега трет, хочу показать свои. До этого я поднял пятачок. Смотрите, какой сохран. А, ну нет. 56-й год. Вообще зачетный. И следом, прям в одной ямке, я же говорю, что это совет. Вот, 20 копеек, Серега распечатался. Зачетный. Серебром, первая находка серебро. Вот. И у меня еще одна двадцатка. Надеюсь. 44-й год, ребята. 44-й год. Ну, нормально, пойдет. Пойдет. Фундамент дает монетки. Зачетный. Ребят, фундамент на два штыка. То есть мы как бы здесь покопаем и здесь сразу же засыпаем. У Сереги сигналит, у Рустика сигналит. И в прямом эфире хочу заснять. Рус, давай прозванивай. Камень выкинь. Да ну, Начку, выкини его сразу. Сразу прозванивай давай. Прозванивай, сейчас посмотрим. Это, как говорится, пленка денег стоит. Вот здесь вот что-то. Ну-ка. Продолжает. О, взял. Взял. Ух ты! Ух ты! За это можно, пацаны, пойти и это. Треха. Да. Царская трешка. Но она затертая. Да какая разница, треха. Крупная треха, да, ребят. Ну и все, плату в карманы иди дальше. Ну и все, плату в карманы иди дальше. 1879 год. Ребята, а образование этой деревни 1856 год. Представляете? 79 год. Зачетно. Крупная медная монета. Поздравляю, Русика. Погнали дальше. Ребята, я думал монету, но когда колодка появилась, это вообще огонь. А, фу, ну ладно, Сталин. Сталин, Сталин. О, бля. Ты носороги. Он должен был скрышевать. Я позвал на двое шуруп. Ребята, смотрите, какая. Поздравляю. Ай-яй-яй. Да ладно, огонь. Бля, он меня жок укусил. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео. Выписать. Заранее спасибо. Да, ребята, у нас уже на дворе темно. С находками туговато, тот фундамент забили. Закончили. Не ходим, ищем новый. И у нас копейка 1899 вроде, да, 1999 год. Ну, в принципе, неплохой, такой бодрый, сохранчик, да? Хороший, хороший сохран. Ну, как-то так. Какой-то 1700, какой-то год. Кусок говна какой-то. Так. Ну что, ребята, ночной шурф у нас продолжается. Смотрите, какая вкусная, а. Смотрите, какой пятачок, а. 5 копеек, 26-й год. Вообще хороший, бодрый. Даже нигде... А, ну вот, болячка, да? Тарик. Чуть-чуть. А так вообще хорош, хорош, хорош. Ладно. Будем продолжать разрабатывать новый фундамент. Итак, ребята, на этом наш сегодняшний коп заканчивается. Завтра будет продолжение, надеюсь. Откопали, в принципе, сегодня неплохо. У меня в порядке 20 с лишним монет оказалось. Царский, советский, серебро, все это имеется. Пацаны тоже отличились нормально. Посидели около костра, попили чаек, кофеек. И вот сейчас вот решили укладываться. Время у нас в первый час. Пол первого. Вот. И пора в люлю. Все упаковались по мешкам. Ну и все, ребята. Спать, спать, спать. Всем, ребят, доброе утро. Мы проснулись, позавтракали и разбежались кто куда. Рустик копает. На старом месте добивают шурфы. Серега, Илюха и Макс уехали вон туда. Там фундаменты проверять. Ну, мне стало интересно. Вот знаете, стоит порядок домов. И проходит вот до суда. Между ними пустое поле. Распаханное поле. Никаких очертаний, фундаментов нет. И я решил здесь вот походить и погулять. Мне часто задают вопросы в комментариях. Сань, как найти в чистом поле, как говорится, фундамент? Конечно же, ребята. На поле найти фундамент очень тяжело. В связи с тем, что грунт пахался многие-многие годы. Фундамент все разнесло. Вот. И найти трудно. Но все же. Вот, смотрите, поляна. Она пахалась. Ни одного очертания фундамента не видно. То есть, от этого дома до того дома где-то было порядка, может быть, 6-7, а то и 8 домов. Они плотно здесь стояли. Были улицы всего в два ряда здесь. И вот фундаменты, видите, взорваны. Были там дома. То есть, всего два порядка домов. 125 домов было. Вот, знаете, вот видите, свежая земля. Это я ковырял, ребята. И я нашел ориентиры. Смотрите. Ориентир номер один. Нет, нет, но проскакивают кусточки крапивы. Это крапива. Крапива очень любит мягкий грунт, пышный грунт, насыщенный минералами грунт. То есть, она растет именно там, где раньше как бы жили люди. Это крапива, иван-чай, конопля. Вот так что вот здесь вот, вот здесь вот, был дом. И вот смотрим, да, для ориентира. Действительно, вот порядок домов. И вот. То есть, я все верно выбрал место. Это раз, это первый ориентир. Крапива, крапива. Но сигналы, конечно, здесь я ни одной монеты пока не вырвожу. Выкопал. Железо пока выходит довольно-таки неплохое. Вот такое вот железо. Заслонка печная. Лемихи. Вот так что, видите, да, сарай тоже в одном порядке стоят. Так что могло тоже разнести при распашке. Вот и вот, культурная, ребята, земля не чернозем, а такая серенькая, с красными камушками, с какими-то, знаете, стеклышками, красным кирпичом, керамикой. Вот, к примеру, где я тоже ковырял. Вот тоже, видите, такая с глиной. Ну, такая желтоватая. Вот, видите, керамика, керамика. Вот керамика. Горшочки керамические. В общем, я думаю, будет полезно вам знать такую информацию элементарно, потому что очень часто задают вопросы. Как, что, зачем и почему. Есть у меня даже видеоурок, как искать на поле. Посмотрите, будет полезно. Ну, а мы продолжаем. Сегодня пока без монет. Но день только начался. Ну, что, ребят, продолжаю я свой путь. Передо мной находится вот такой старый дом. Совсем старый. Почему старый? На нем еще крыша, блядь, ребят, соломенная. Я мимо этого дома пройду стороной. Просто вам хочу показать. Вот, здесь кто-то уже пытался зашурфиться. Печь стоит. Раз, печь, два. Но все это прям на ладом. На ладом. Пару, наверное, лет, и он завалится. Что мы здесь видим? Здесь вот, ребята, вот такая вот фиговина. Может быть, преслица, не знаю. Вот. Ну, как-то так. Мазанная. Солома. Смотрите, какой толстый слой сена. Соломы. Да, уходит небытье. Здесь один человек только живет и то. Приезжает за своим хозяйством, смотрит. С ним мы познакомились. Нормальный, адекватный мужик. С этой стороны и так. Да. Сейчас я вот по этому порядку пройдусь, посмотрю. Может, фундамент какой-то, смотри. Там он, баня, еще остались. Сарай большой. Сарай и баня видно, а дома нет. Странно. Может, разобрали, увезли. Все, пройдем дальше. Ребята, я подошел вот к такому, так называемому озеру. В свое время, все, возвращаясь к этому же, последнему человеку, который здесь живет, говорят, здесь раньше был тракторный стан. И знаете, что такое костровые воронки? Вот здесь вот образовалось, и здесь трактора затонули. В том году мы здесь проезжали с пацанами. Туда-туда колеса выкручивай. Да-да-да-да-да-да, сначала туда. Вот для чего нужны внедорожники. А в этом году, смотрите, здесь какой обвал. Серьезный обвал. Может, вода сойдет, и трактора появятся. Хотя, не знаю, не знаю. Вот, знаете, обваливается берег, и видите, вон сопутка. То есть здесь вот в свое время были дома. Вон там сопуточка, вот здесь сопутка, стекло, глиняные горшочки, керамика, кости. Ну и грунт там, видите, какой домовой культурный слой. Да, в том году мы только проезжали здесь. В том году. Туда-туда колеса выкручивай. Да-да-да-да-да-да, сначала туда. Вот для чего нужны внедорожники. Да, в том году мы только проезжали здесь. В том году. Теперь все. Ну что, ребята, у нас весело уезжает. Бросает он нас. Говорит, я лучше на диванчике полежу здесь. Вот, манист у него интересная. Здесь такая вот красивая-красивая. Есть царики, есть советики. Отметить можно вот эти две большие шайбы. Вот, мы датировали. Это пятак низкопрофильный. А, или трешка, трешка, может. Это у нас трешка. А, пятак. 24-й год. У него единственное сегодня царское серебро. Затем серебряная ложка. Серебряная сережка. Да, ну нет, я имею ввиду. Так что, как-то вот так вот он откопал. Не густо. Ну и не пусто. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации, хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео, и не хотите, чтобы я покидал Ютуб, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Ребят, не отходя от лагеря, решили пробить именно вот эту площадь и туда дальше, на фундаменте. Ну и Серега отличился. Отличился монеткой. Царская. Царская копеечка. Ой, сохран какой. 1908. Хорошая. Пищал мудрых. Да, Серега еще прошелся по распашке. Двушка, двушка у нее там было. Мало качено. Да, надо сейчас будет пройти вот так вот тоже. Посмотреть. А? Копейка не товар. Вот, ребят, подошел к фундаменту. В принципе, он ковыренный. Но меня заинтересовало то, что здесь большое количество стекла встречается. Кости, засыпка, посуда. В общем, все есть. Но его ковыряли на полштыка. И я на такие фундаменты прихожу. И сначала прозваниваю верха. И вот верховая у меня монета, ребята. Верховая. Пятачок. Да, фундаментный пятачок. Убиенный, конечно. Ну, чистка покажет. Такова наша судьба. Да, такова наша судьба. Ну вот, наверное, на нем, наверное, сейчас до конца. До финиша, может, и останемся. Пойдет. Ну что, ребят, пришло время с вами прощаться. Обзор находок по традиции. Компании у нас немножко предела. Остались Рустика, Илюха, Серега. Сейчас прибираемся в лагере. Всегда оставляем на собой чистоту, порядок. Вот. И обзор находок, чего мы накопали. Накопали, в принципе, я считаю, что неплохо. Хотя, места уже иссякают. Могло быть и лучше. Да, могло быть и лучше. Ну, места иссякают. По находкам, ребята, сразу. Общим планом. Жалко, веселый уехал. У него достаточно тоже много монет. Вот. Получилось как-то вот такое количество монет у нас. Ну, неплохо, я считаю. Неплохо. Самое интересное, только от своего внимания обострю на 20-ке, 22-го года. Рустика. Зачетная. Рустика, между прочим, больше всего, наверное, царских монет. Раз, два, три, четыре, пять. Пять царских монет у него. Дальше что? Вот такая медаль вместе с планкой. Вообще зачетная выпала. Вообще огонь. Редко, когда с планкой выходят медальки. Вот. Такая свистулька выпала зачетная. Заглушечка от духов классная. У меня серебрушка тоже есть. По меди. Раз, два, три, четыре, пять. Пять медий. Вот. Из них две двадцатки 24-го года. Дальше по советам банально. Ничего сверхъестественного нету. Пятачки, двадцатки, трешки, пятнашки. Так. У Сереги тоже есть серебро. Зачетная. Двадцать... Восьмой год, да, Серый? Да, не помню. Вот. По меди у него тоже. Раз, два, три. Три меди. А, вы его копейка. А, вот это? Вот это, вырвыши? Вот еще копейка. Ну, раз, два, три, четыре. Ну, четыре монетки. Вот. У Илюхи могу отметить вот такой пятачок зачетный. Тридцать восьмой год. Не знаю, дорогой нет. Я его не снимал, когда он выкапал. Так что не знаете, сколько он стоит. Не знаю. Дальше. Вот такая вот фиговина интересная. Вариантов, предположений, было много. В итоге мы решили, что там был внутри кокс. Бабочка для марафета. Да. Так. Ну, а в целом, что еще? Вот этот интересный манист. Мы его ширкали, пыркали. Вот. Вроде белое проглядывается. В общем, все с серебром. Больше всего серебро оказалось у нас у Веселого, у Макса. Там ложечки, сережечки. Вот как-то так. Ну, на этом и все. Всем пока, пацаны. Пока-пока. Рустика не показывает. Все, ребята, мы поехали вон туда. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...